приветствую вас друзья так продолжаем изучать laravel в прошлой серии мы сделали обновление категорий и в этой серии мы слегонца затронем валидацию валидацию и говнокодик затронем да так ну чё погнали вот наша наш метод по обновлению категории да мы изменяем данные в категории смотрим предыдущие видео если не смотрел и в прошлой серии мы сделали изменение данных без каких-либо проверок ну просто что пришло мы изменили единственное мы сделали фильтры по полям да мы не все поля которые к нам пришли мы не все поля пытаемся вносить базу мы только нужные поля с помощью фила с помощью филейбл только нужные поля в базу вносим но никак не проверяем теперь мы будем проверять эти данные входящие данные рассмотрим несколько способов валидировать можно laravel почти почти все такие ключевые моменты laravel они сделаны можно разными способами да как-то там данные получать или обрабатывать то есть одна цель цель одна а способы могут быть разные например то же самое как получение данных из реквеста можно сделать all можно сделать input можно сделать реквест get и в скобочках имя той ключа значение которого ты хочешь получить можно реквест стрелочка input и в скобочках написать тоже самый ключик тоже ты получишь вариантов много причем если походить там полазать внутрь они там чем-то отличаются но результат будет тот же если ты педантичный ты можешь полазить посмотреть выбрать для себя для своих целей так у меня цель такая-то предоставляют решают цели вот этот вот этот метод а вот этот метод он короче работает там меньше телодвижения можешь его использовать можешь так войти можешь так пойти которые вот здесь вот короче all короче да чем там input можешь взять вот в общем идею ты понял да мысль которые пытались донести сейчас мы рассмотрим несколько способов валидации и попробуем представить как какие из этих способов когда лучше использовать и как их лучше не использовать итак валидация данных входящих данных для того чтобы нам входящие данные как-то дальше с ними манипулировать что-то с ними сделать им нужно доверять любые данные которые приходят из нее ко всем этим данным нужно относиться скептически и нельзя им доверять их нужно все проверять прежде чем куда-то их бросать их нужно сделать доверенными вот валидатор для этого и предназначен он должен провалидировать проверить и по результатам проверки либо ты можешь делегировать валидатора он там сам может сразу раз с редиректом с ошибками либо ты можешь просто проверить и какие-то манипуляции сам сделать может быть что-то тебе залогировать сначала надо перед редиректом что-то еще например человек много раз что-то посылает форму если у тебя автоматический редирект то ты этого не заметишь можешь не заметить он будет редиректе директе а если ты сделаешь не автоматический редирект а проверку посмотришь если ошибки если ошибки такого рода ты логируешь его айпишник там и так далее вот и как-то по-другому реагируешь в общем на на давай без лишних слов в общем у нас есть массив дамы из реквеста получаем массив с помощью all или с помощью input данных которые к нам приходят с помощью из и с которыми мы будем работать им нужно доверять их нужно проверить для этой проверки у нас в первую очередь нужны нам нужны правила я их добавлю массив rules правило и ключ это у нас то поле да у нас же здесь когда мы request all делаем у нас там ключ значения массив приходит вот это ключ и как валидировать его значение title заголовок это здесь мы видим набор правил набор правил он у нас идет через вертикальную вертикальную линию базовый набор правил все эти правила описаны в документации пола равель в вкладке валидация доступные правила забегая вперед скажу то что можно помимо доступных их очень много помимо доступных правил ты можешь создавать еще свои правила то есть свое правило как-то запрограммировать написать там сотню классов очень хитрую проверку и добавить и вот сюда короткой строченькой добавить и все он у тебя отработает вот очень классная вещь итак смотрим базовое правило required говорит само за себя то что title он должен быть он должен быть без тайтла все то есть если его нету все будет у тебя ошибка минимальная длина тайтла 5 символов максимальная длина 200 символов дальше слаг слаг он может быть может прийти а может и не прийти максимальная длина слага который может прийти 200 описание description это у нас строка максимальная длина 500 символов минимальная длина 3 символа дальше parent it запрашиваем то есть при редактировании категории parent должен приходить всегда у нас тоже это должно быть интеджер не стринг и дальше идет правило проверки в базе его exist то есть в таблице блок блок вот это parent он нас приходит инт мы смотрим таблицу блок категория с поле id и вот это значение короче должно найтись оно должно быть экзис тогда валидация проходит да он сам все это запрос делает сам все посмотрит найдет и результат выдаст вот чайку ладно мы подготовили набор правил все вот они у нас есть первый способ первый способ у нас мы можем в самом контроллере с помощью трейта у нас есть метод валидейт если мы в него перейдем мы увидим то что у нас подключился трейд трейд в валидейт реквест и собственно вот такая вот работа в нем проводится мы отправляем туда реквест наш который пришел и мы отправляем туда правило в результате мы получаем отвалидированные данные валидейт и дэйт вот у нас валидейт и дэд и давай сейчас посмотрим о не туда залез я вот сюда нам нужно давай сделаем назад если мы сохраним вот в таком виде двоечку то у нас все хорошо у нас должно пройти но не прошло а ну да мы дэп оставили да мы дэп оставили и в дэ у нас попадают отвалидированные данные отвалидированные данные тайтл слаг дискрипшен парен тыт опять же мы таким способом можем в дальнейшем не делать реквест олл а использовать валидейт дэйт данные на это первый способ отвалидировать данные создание правил и собственно валидацию дальше работаем его давай закомментируем и второй способ рассмотрим вот он второй способ с помощью самого реквеста будет то же самое у нас есть объект реквест и объект реквест помимо всего прочего почему его kit называл до инструментарий в нем много других классов он как бы фасадом грубо говоря является для кита других классов обменяет несколько классов 1 и с помощью него ты еще может помимо всего прочего использовать лара в леске объект валидейт также как и здесь с помощью него проверять данные точно также request валидейт правило будет отработает также все пришли те же самые данные давай пробуем допустить ошибку вот здесь вот мы можем допустить ошибку здесь у нас минимальное значение поля 3 мы вот так вот делаем 1 единичку ставим сюда сохраняем получаем ошибку то что мы сделали в прошлом видео у нас отработало да помнишь мы в из ерус сделали вот эта вот функция она по сути если она получает ошибку про что-то по этому правилу не срабатывает то она автоматически redirected назад делает в из ерус и мы сразу же получаем туда отлавливаем и получаем сообщение по умолчанию на английском языке можно на русский язык приводить стандартные сообщения можно писать свои сообщения для валидатора то есть отдельно можно сообщение по моему мы здесь куда-то заходили и даже видели ну вот здесь почему-то у меня не срабатывает войти в метод а вот тут сработает и мы по моему да вот messages видим для месседжа для определенного правила для правила title можем свою ошибку сделать для вывод ошибки свои какие-то можем общие ошибки перевести пока я это трогать не буду пока это как бы не 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 тема видео хотя звучит также до валидация валидация но нет так с этим ясно да это второй способ это второй способ и третий способ провалидировать это вот такой вот то есть если мы здесь обращались в контроллера контроллера город давай провалидирую здесь мы обращались к реквесту говорим давай провалидирую по этим правилам но по сути и контроллер и реквест они порождают точно также валидатор объект класса валидатор точно также поражает там если в кишке войти то мы получим результат точно такой же можно напрямую его породить валидатор make передаем уже массив да не request а массив до массив данных которые нужно провалидировать и передаем правило все дальше здесь я уже более подробно расписал те методы которые могут быть полезными псс он и выполнит проверку и вернет true false то есть прошла если true значит проверка прошла если false проверка не прошла давай зайдем посмотрим вот зашли просмотрим он выполняет всю проверку он заполняет данные ошибок месседжес там у нас будут храниться ошибки если они есть сообщения да вот те сообщения которые вот мы получили вот они туда все будут попадать и в конце мы просто смотрим если пул ошибок у нас пуст из empty то тогда все хорошо тогда все хорошо мы прошли удаться но при этом у нас не будет не редиректа да то есть мы если мы его здесь вот делаем валиде это он получит пасос будет фоллс он автоматически среди реки визе и раз если тебя это устраивает то окей делай если тебя не устраивает и ты хочешь среагировать так как ты хочешь там может быть залогировать что-то может быть кому-то письмо отправить оповестить или так и так далее то соответственно уже с помощью вот этого пса сможешь уже сам это делать валидеет если не ошибаюсь это как раз да да это будет тоже самый валидеет с нас среди реакции получая ошибки валид это получить валидные данные так возвращает данные которые у нас валидные вроде так да если месседжев говорит нету если вдруг объекта месседжес нету у нас проверка не прошла то сначала мы выполняем проверку и проверка там все это сделать в общем давай посмотрим так чик а потому что валидеет у нас да у нас тут валидеет нам redirected чик давай псс прошли или нет валидацию false не прошли валидацию валидные данные 2 лидные данные вот у нас вот эти вот данные являются у нас валидными а у нас description да ошибся ошибку содержит здесь description а нету только правильные данные дальше файлит данные которые напротив неправильный неправильный у нас description по правилу мин должен был содержать три символа содержит один символ дальше ерус карман ошибок мешок ошибок у нас поле description может по нескольким правилам не пройти да и соответственно здесь будет все правила текстовки каждого правила почему он не прошел фэйлс true то есть это фэйлс это псс это true если все хорошо фэйлс это true если все плохо не все плохо хоть хоть где-то плохо тогда будет фэйлс вот с этим как бы понятно да с этим понятно тоже наверное вот так тоже сделаю вот так